В Бендерах в одной из крупнейших школ за пару часов написали 15 заявлений на выплаты первоклассникам от компании «Шериф», на что родители планируют потратить 100 долларов в сюжете Марии Китаевой. Время 10 утра, а в вестибюле 18-й школы уже очередь. Мамы с маленькими детьми, папы. Среди родителей Елена пришла писать заявление утром, потому что в другое время работает. У Елены в первый класс идет дочь Алиса. Говорит, половину из списка к школе уже купили. Осталось купить брюки, сарафан, спортивный костюм и блузку. 100 долларов, по словам мамы, должно хватить. Спасибо большое, кто организовал. Очень удивительно, приятно. На эту сумму я не рассчитывала просто так, скажем так. Конечно, у нас сейчас еще день рождения в августе, так что нам как раз кстати. У Татьяны в первый класс идет младший сын Илья. Констовары с рюкзаком купили, одежду заранее не покупали. Дети растут быстро. Осталось купить форму, спортивную, на каждый день форму и так еще по мелочам. 100 долларов, по-вашему, на что может хватить? На спортивную и на ежедневную форму, конечно. На какие-то тетради, конечно, на констовары. Даже, мне кажется, еще и останется. Заявление от родителей принимает лаборант школы Светлана. Очередь проходит быстро, потому что сама процедура, пока мама или папа напишет заявление, пока сверят данные, много времени не занимает. Всего 3-4 минуты уходит на одного человека. Родители еще помимо чего-то спрашивают, какие-то вопросы задают. Некоторые звонят, какие документы надо приносить, не надо приносить, где взять расчетный счет. Мы им подсказываем. Или в банке они берут, или у некоторых в телефонах забит уже агропромбанк. Они там посмотрят свой лицевой счет, мы его сверяем и все. Все очень быстро. Заявление принимают с 9 до 16.00. Никаких особых документов с собой иметь не нужно. Только приднестровский паспорт и номер банковского счета. Прием заявлений проходит в два этапа. Первый – до 5 августа. Кто не успевает подать заявку, может это сделать с 5 августа до 5 сентября. Но тогда и выплата придет на счет позже. Родители, которые еще не записали ребенка в школу, могут сделать все сразу. В это же время, с 9 до 4, они могут прийти, написать заявление в первый класс. И одновременно с этим они могут написать заявление на получение единовременной компенсации. То есть два заявления пишет в один день? Два заявления сразу, да. И деньги будут в то же время, как и для остальных? В зависимости, когда. Если до 5 августа они пишут заявление, значит они получаются первым траншем. То есть, я так думаю, числа 10-11 августа. Если они пишут до 5 сентября, то, естественно, уже они в сентябре получат денежные 100 долларов. Родители, которые в будние дни работают и не могут отпроситься в школе, ждут по субботам с 9 утра до 3 часов дня. Мария Китаева и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.